Здравствуйте! Сегодняшний ролик я посвящаю именно мужчинам. В преддверии праздников мужчины стараются выбрать женщинам красивый букет. Я уже рассказывала о том, призывала вас к тому, чтобы вы покупали цветы именно вот в таких горшках. Я вам ссылку в комментариях дам. Уже был очень подробный ролик, какие цветы можно подарить женщинам, девушкам, какие лучше покупать в подарок. Ссылочка и отдам. Так вот, наступает тот самый момент. Вы купили горшок с цветком. Цветок красивый, листик красивый, а горшок страшный. Как же такой горшок дарить? И у мужчин начинается паника. Некоторые мужчины именно поэтому отказываются от таких вот красиво цветущих горшков. Сегодня я вам помогу в этом деле. Итак, товарищи мужчины, не загоняйтесь, не ищите там красивую оберточную бумагу, ничего. Сейчас очень модно упаковывать цветы вот такой вот крафт бумаги. Упаковочную, по-другому. Раньше у меня колбасу заворачивали в магазинах. Зайдите в любой магазин, попросите бумагу, дайте скажите упаковочную бумагу. Вам с удовольствием ее дадут. Итак, я вам покажу два способа. Первый способ. Вы берете бумагу, вырезаете в произвольном виде вот такой квадрат. Можете с любой стороной. Ну, сильно большой не надо. Как правило, обычно берут высоту горшка и плюс еще половина диаметра вот от радиуса которой горшок. Вырезали. Дальше мы складываем его пополам. Вот так. Ещё раз пополам. Дальше мы складываем на обувь. Вот так. То есть делаем треугольничек, как на шапку. И складываем ещё раз пополам. Вот так. То есть должен у нас такой получиться кулечек, как будто бы для конфет. А дальше самое интересное. Мы берем ножницы и в произвольной форме вырезаем вот так вот кружок. Режьте, не бойтесь. Вот так подровняем его, чтобы он был красивый. Вот так вот подрезали его. А дальше мы его разворачиваем. Смотрите, какой у нас цветочек получился. Ничего нет сложного. Бумага получилась очень оригинальная. Дальше что мы делаем? Вот в эту красоту. Ставим вот так цветочек. И вот так этой бумагой мы его просто обжимаем. Дальше я приготовила вот такую верёвочку. У каждого мужчины она точно есть. Это обычная вот такая вот верёвка, грубая. Я её сплела. Сейчас покажу, как я сплела. Я просто отрежу маленький кусочек. Вы отрезайте, сколько вам надо. Здесь у меня четыре слоя. То есть мы складываем вот так пополам и ещё раз пополам. И начинаем вот так закручивать. Просто в пальцах её крутите и она уже сама начинает закручиваться. Видите? Всё крутим в одну сторону. Вот так. Всё вправо крутим. Хотите влево. Закручиваем. Всё. Она свободно скручивается. Это всё очень просто делается. Вот так. А потом просто завязывайте узелочком. Узел тоже все мужчины умеют завязывать. Пуговицы пришивали все. Хоть раз в жизни. Вот так. И на другой стороне, чтобы было симметрично. Вот получился вот такой жгут. Ну и вот таким жгутом мы подвязываем растение. Посмотрите, как быть. И оригинально, и в то же время по-мужски. Сейчас я поправлю. Сейчас цветочек сделаем красивый. Можно даже, вот у меня длинные здесь жгут. Я завяжу сейчас два раза цветочек. Вот такой вот простой. Сюда вы можете сердце прилепить. Ну, открыточку в виде сердца. Посмотрите, как красиво. Просто и красиво. Сейчас покажу ещё один способ. Опять такой же квадрат. Со стороной я вам уже показала. Высота горшка и плюс половины вот этого радиуса. Диаметра. Радиус, то есть, берём. Дальше. Складываем его пополам. Нет, вот так складываем. На угол. Раз. Плоточек получился. Разворачиваем. И с другой стороны так же. Получился ещё раз платочек. Только с другой стороны. Нам нужно, чтобы у нас прорисовались вот такие углы. Видите? То есть, у нас теперь со всех сторон есть углы. Вот. Здесь угол. И потом мы ещё раз делаем другой угол. Прорисовались углы. Дальше что мы делаем? Разворачиваем. Вот видите, у нас получилась одна направляющая и другая направляющая. В центр ставим цветок. А теперь вот самое интересное. Смотрите. Делаю вот так. И вот так. То есть, обнимаю горшок. У меня образовался острый угол. Вот. Здесь точно такой же угол. Вот. Видите, они? Вот два угла образовались. То есть, я прижала бумагу. Здесь у меня угол. И здесь угол. Я беру. Вот так их соединяю. На уголочек. И обычным степлером степлерю. Оп. С этой стороны проделывается ту же самую манипуляцию. Подгибаем. Образовались углы. Мы их вот так заворачиваем. И вот здесь степлерим. Оп. Вот такой у нас получился цветок. Расправляем эту бумагу. Делаем её так более красиво. Смотрите. Вот сюда. Вот сюда. Вы можете наклеить открыточку в виде сердечка. Если это день влюблённых, вот сюда мы наклеиваем. Если у вас открыточки нет, не переживайте, товарищи мужчины. Опять тот же самый жгут нам опять пойдёт на помощь. Смотрите, жгут. Я уже показала, как его скрутила. Я сейчас его просто разрежу. Пополам он у меня длинный. Режу. Не даю ему скручиваться, раскручиваться. Завязываю узлом. Делаю такие мохнатые кончики. С этой стороны у меня тоже мохнатые кончики. Вот так. И завязываем бантиком. Оп. Раз. С этой стороны тоже самое. Разрезаем. Завязываем узлом. Делаем с этой стороны. Всё. Смотрите. В любом случае он получился точно оригинальный. Такое вам никто не упакует. Никогда. И самое интересное, получается, что в общем-то достаточно оригинальный. И выглядит достаточно по-мужски. Вот вместо вот этих жгутов вы можете использовать ленточки. Можете использовать различные там какие-то, я не знаю, бумажки разноцветные. Можно самим каким-то там придумать цветок. Можно с детьми даже сделать подарок для мамы. Придумать такую игру. Можно вот этот квадрат чуть поменьше сделать. Тогда цветок у вас будет более открыт. То есть он будет где-то вот так. Так что смотрите. Сюда тоже можно прилепить сердце. Можно упаковать, конечно, вот в такие бумаги. В красивые. Смотрите, какой способ вам больше подходит. Ну, таким и воспользуйтесь. Оставайтесь с нами. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok